Всем привет, ребята! Итак, я вам рассказывал и показывал фотографию, что у нас была большая рабочая встреча всех руководителей объединения Северный Человек. Съехались все 40 городов в Москве, это еще было на мой день рождения, и была рабочая встреча. То есть конкретно планерка, что будет в 2024 году, работа над ошибками и так далее. Поэтому сейчас вам буду рассказывать, что вас ждет от Северного Человека в 2024 году. Итак, смотрите, на 2023 год у нас в планах стояло следующее. Как говорится, встать на рельсы, чтобы организация четко начала работать по доктрине, которая была сделана по уставу. Все города. Это получилось. Максимальные риски не были достигнуты даже, блин, и на 10%, наверное, в общем, все хорошо. Итак, я не буду долго, постараюсь кратенько, но это сделать будет сложно, поэтому, как всегда говорю, мои щи лицезреть не обязательно. Можете просто фоном слушать, чтобы знать информацию, чтобы потом не говорить, а что там, а почему вот это, а почему нет вот этого или наоборот. Итак, в первую очередь, погнали. Мы будем в Северный Человек принимать и приглашаем ветеранов СВО. У кого-то большой колоссальный опыт, он хочет поделиться, помочь, приумножить, помочь нашим ребятам, приходите. Кому-то одиноко, сложно, депрессия, еще что-то, приходите. В каждом городе сейчас мы будем брать по психологу, чтобы был психолог по посттравматических синдромам, потому как на самом-то деле таких институтов в стране еще практически нет. Их только-только сейчас разрабатывают разные общественные организации, им за это большое спасибо, что все делают большой вклад. Северный Человек, естественно, в стороне не остается, поэтому сейчас мы эту платформу потихонечку готовим, поэтому, ребята, кто возвращается, как я говорил, по всем этим пунктам, приходите, обязательно мы вас ждем. Дальше. Мы будем работать усиленно по так называемым резиновым квартирам, потому что в больших городах, миллионниках, это действительно огромная проблема. Приходит очень много обращений от граждан, что в некоторых домах после 8 люди просто боятся в лифт детей отпускать, потому как в квартире все знают, что живет 30 человек. Ну, сами понимаете, антисанитария, где-то наркотики, алкоголь, драки и так далее. Ну, часто было, увы, что вызывают участкового, и тут, как по команде, все как тараканы разбегаются. Поэтому нашими людьми будут эти квартиры вычисляться, и в содружестве, естественно, со силовыми структурами будут проводиться работы. Как говорится, чтобы был еще и общественный контроль, чтобы не сливали дело. Все по нашей доктрине. В общем, по резиновым хатам будем работать. Также создаются дружины. Обращаю сразу внимание. Дружины создаются не из серии на улице Бестолковицы, только в содействии, естественно, с силовыми структурами. В основном это происходит с отделами ЦП. Вы все видели видосы, да, по Московской области. То есть, работа налажена тотально, как русская община, так и северный человек. Вместе помогаем, работаем на благо нашей Родины. Это мы будем делать по городам. Например, в Воронеже у нас сейчас уже разрабатывается анкета. Эта анкета будет распространена по всем городам северного человека, как можно попасть в дружину. И поймите, ребята, сразу подготовьтесь. Если вы просто спортсмен, нет, это только один из пунктов. В дружину берутся люди, которые морально устойчивы, психически устойчивы, физически подготовлены. Это очень важно, чтобы кто-нибудь с психу или на успуге, на страхе, на нервах, на адреналии ничего-нибудь не выхватил. Раз. Второе. Обязательно сначала по договоренности с силовиками, естественно, будут проводиться небольшие курсы и лекции. Потом, естественно, все это проходит под протронажем непосредственно ОМОНа того же самого. То есть, ребята приходят вместе с ОМОНом на местность и выполняют команды ОМОНа, чтобы все было слажено и работало четко, чтобы никто ничего вдруг не нарушил и не сделал плохого. Я сразу обращаю внимание, это не серии зарегистрированных в полиции дружинников с ленточками на рукаве. Нет, это не то. Здесь чисто просто гражданская общественная позиция. Потому как официальные дружинники, там начинается выработка часов, субботники и так далее. Это будет мешать работе нашей организации. Поэтому в тех городах, в которых получится договориться, нормально наладить работу, я всех призываю к этому, будем делать. Ну, где не получится, значит не получится. Мы просто предлагаем свою помощь как общественники, имеем на это право. И я думаю, что те силовики, у кого есть действительно заинтересованность в выполнении такой работы, не должны отказываться от такой инициативы. Тем более людям платить ничего не надо. У нас же профессиональные люди. Мы там сами разбираемся с помощью нашим ребятам. Также, дальше, у нас будет разработан кодекс поведения северного человека. Это важно, это нужно. По одной простой причине. Потому как следующим пунктом. Скоро уже готово приложение северный человек. Скоро нужно будет его оплачивать, запускать бета и альфа тестирование. А для того, чтобы там, там в приложении, как вы знаете, будет кнопка тревожной, SOS. Там на меня напали, у меня там сломалась машина и так далее. И чтобы люди знали, как в себя должен вести наш человек. Чтобы если он нажал кнопку SOS, к нему потом не было вопроса, что он там сам понавытворял делов. А за него приехали как бы вписываться. А он там такого понаговорил и понадел, что придется извиняться, как говорится. Опять же в приложении, я говорил, регистрация будет трехфазная и по паспорту. И сразу всем вот этим нашим скрытым товарищам, которые... Не-не-не, я паспортные данные никуда, никогда. Все ваши паспортные данные давно уже везде есть. Абсолютно все ваши данные давно уже везде есть. Поэтому те ребята, которые что-то там еще на вот такой теме двигаются, ребят, забудьте реально. Любые данные спокойно находятся. Куча программ уже, блин, вплоть до того, куда вам пиццу привозят нафиг есть. Все это есть уже. Поэтому ничего в этом страшного не стесняться. Не надо. Для чего будет такая сложная регистрация в приложении? Для того, чтобы люди там были адекватные, в порядке наши. Чтобы они не отливали там пули по городам, как говорится. Извините, сегодня у меня такое настроение. Я не буду словарным запасом хвастаться. Сегодня как по улице практически. В общем, важно, чтобы в приложении находились проверенные люди. Понимаете? Которые и друг другу будут помогать. Не будут, как говорится, подвергать сомнениям действия организации. Потому как, я еще раз напоминаю, Северный Человек это официально зарегистрированная организация. Оно. У нас ОУСТАП, юрист, бухгалтер. Мы работаем официально, естественно. Поэтому я вот назвал вам несколько пунктов на 2024 год, которые я могу вам открыто дать. Остальные пункты есть у руководителей по городам. Просто хочу обратить внимание. Также по городам разная работа будет происходить. Как и происходило. Как мы работали по тем вопросам, да, связанным с незаконной деятельностью диаспоры, там, миграционные проблемы, беспределами и так далее. Как работали, так и работаем. Только теперь добавятся еще и вот эти пункты. То есть, это не значит, что те пункты убраны, новые поставлены. Нет, ни в коем случае. То есть, работы всем прибавится. Вот смотрите, например, как в пример. Да, вот я сегодня выкладывал новость. То есть, у нас руководитель Андрея Белгородского, который просто мега красавчик, да, отлично работает на общее благо, наградил губернатор. Наградил именно как руководитель организации «Северный человек». Это было на большом там мероприятии. Наш логотип там был на весь экран. Официально. Например, руководитель в Самаре «Северного человека» является официальным представителем Бастрикина по обращению граждан. То есть, его выбрали. Бастрикин в курсе, что за организация «Северный человек» и руководитель «Самарский» на связи. Понимаете? То есть, это уже проходит, как сказать, организация растет, растет, растет и еще раз растет. И мы как работали в своей доктрине, так и работаем в своей доктрине. Мы не превращаемся в каких-то, знаете, там, как объяснить-то, упоротых ура-патриотов, которые там «Эй!» Мы как работали, так и работали. У нас ничего не меняется, у нас только прибавляется. Нам, да, пытались чуть-чуть поставить палки в колеса. Но, куда их там ставить-то, господи, у нас все чисто, открыто, ровненько. Все в курсе и в большинстве городов «Северного человека» наши руководители уже давным-давно на прямой связи с администрацией, с силовыми структурами, там, кто с мэром, кто с губернатором, происходят совместные мероприятия. Я вам больше доложу. В Краснодаре, например, первый город «Северного человека», сейчас эта практика, кстати, тоже будет приобретаться по другим городам. В Краснодаре официально от администрации выдали здание. Муниципальное здание для «Северного человека», его нужно отремонтировать, и, пожалуйста, будет большой, большая точка «Северный человек». Я уже предупредил нашего руководителя Алексея, который тоже мега-красавчик. Говорю, готовь все, у тебя там будет приемный угод. Михаил Федорович, готов. Понимаете? Также, сейчас скоро у нас будет сразу залетать пачка около пяти-семи новых городов «Северного человека», и еще по Московской области тоже будут добавляться города. Еще раз хочу всех очень попросить и рассказать. По поводу новых городов «Северного человека». Ребята, мы неспроста не запускаем всех подряд и полетели. Мы неспроста, я не допускаю, бесконтрольного роста организации. Это очень важно. Потому как кадрового голода как такового нет, города хотят очень сильного объединения, но поймите, все идет от руководителя. И нам не нужен бесконтрольный рост. Вот когда появляется руководитель, тотально полностью проверенный, со всех абсолютно сторон, вот тогда открывается уже отделение «Северного человека» в вашем городе. И я хочу вас предупредить, ребят, те, кто в своих городах, без установления нами руководителя, без курирования, самостоятельно открывают ячейки, начинают проводить официальные мероприятия от «Северного человека», куда-то деньги собирать. Я вас предупреждаю, ребят, ну, вам потом вообще сложно будет открыться. Вот берем, например, Оренбург. Вот у нас недавно случилось в Оренбурге следующее. Мне присылают фотографию. В Оренбурге уже мероприятие какое-то там официальное, «Северный человек», там люди куда-то ходят уже за каким-то непонятным человеком, которого мы знать не знаем. Я им написал, говорю, ребят, что происходит? Ну, с флагом сфотографируйтесь, понятное дело, ну, там с флагом могут люди фотографироваться, в чем проблема? Потренили, сфоткали, с флагом, ну, уважают организацию, ждут. Владивосток ждал 4 месяца, нормально, дождался, вот будем запускать, все установлено. Так же, как Волгоград или Тюмень. Дождались, ну, надо было ждать. А в Оренбурге проявилась своя воля, и теперь в Оренбурге «Северного человека» просто не будет. Вот так, ребят. Ну, извините, как еще мне достучаться? Потому что вы должны понять, если кто-то вдруг из не «Северного человека», из подпольной неофициальной ячейки что-нибудь, какую-нибудь пуля отольет, вот просто какой дурак придет туда, в футболке, что-нибудь сделает, потом как вам нести ответственность? Я за эту ответственность, естественно, нести не буду. У меня уже был такой случай, когда мне звонили из структуры, говорят, в таком-то городе ваш человек, у нас там нет никого. Я не знаю, что это за люди. Понятно, будем разбираться. Ну, вот как еще донести, ребят? Вот благодаря двум Михаилам в Оренбурге, вот скажите им теперь спасибо большое. Потому что я уже 800 раз говорил, ребят, тысячу раз говорил. Это важно, чтобы «Северный человек» в вашем городе открывался официально. Мы потом руководители вносим в сайт «Миньюз» в устах. Это важно для того, чтобы работа была сделана правильно, чтобы вас курировали, чтобы вы знали, что точно делать, а что точно не делать. И самое главное, когда появляется какой-то человек нами непроверенный, вы же за ним куда-то там идете. Там кто-то где-то уже куда-то собирает деньги. Ну, впухнуть же можно, вы понимаете это или нет? Ну, реально. Поэтому я вас еще раз призываю. Те, кто ждут, общайтесь, тренируйтесь. Там какие-то инициативные группы у вас. Ну, не называйте это «Северный человек», а уж тем более, вот так вот официально, атрибутику нигде не дергайте нашу. Ждите. И до вашего города тоже дойдет. И будет у вас объединение, будете работать со всеми вместе, будут совместные мероприятия, все это будет. Ну, дайте нам, пожалуйста, нашу работу выполнять так, чтобы она приносила пользу, как сейчас это происходит. Мы сейчас так все делаем по одной простой причине. Потому что это работает, вы же видите на практике. Я вам рассказывал, что, да, почему у меня на авторском канале уже поменьше каких-то новостей. Да потому что так это изобреталось, чтобы уже в городах люди шли, не меня где-то там искали, а шли к руководителю города своего. Как это произошло в Санкт-Петербурге позавчера. Все, ребята обратились, мои знакомые обратились, сделали, все, началась работа. Там свой руководитель есть, он занимается. Это тоже важно. Понимаете? Поэтому, дорогие мои, еще раз, пожалуйста, ну не своевольничайте, ну все не просто так. Ну и в целом, что хочется сказать. Всем большое спасибо за то, что вы участвуете в мероприятиях, что вы приходите в литературный клуб на тренировки северного человека. Это важно, это репутационно важно, ребят. Также хочу сказать сейчас, я руководитель Москвы и Воронежа северного человека. В Москву я буду сейчас приезжать, стараться раз в месяц сделать большие открытые тренировки, ищем помещение большое и проводить литературный клуб. Раз в месяц. Большой открытый литературный клуб. В целом, еще работа будет прибавляться с течением времени в любом случае. Но, еще раз говорю, всем большое спасибо. Приходите в северный человек, помогайте северному человеку, участвуйте, приумножайте, а мы будем помогать вам. Всем большое спасибо. Северный человек, разум и силы.